Ну что же, всем привет, ребят, с вами Карина, и добро пожаловать в строительство The Sims 4, и сегодня вы увидите, как я строила зимний домик. Вообще, мне больше хочется назвать это какой-то зимней дачей, ну я не знаю вообще, есть ли такое словосочетание, но я думаю, что мы можем с вами его использовать. Все дело в том, что изначально я хотела, чтобы этот дом предназначался именно для отдыха в нем зимой, не знаю, почему мне так захотелось, именно зимнюю дачу. Мне не хочется, чтобы персонажи приезжали сюда летом, и я даже вот внутри сделала какие-то украшения в честь Нового Года, потому что я вот рассчитываю именно на то, что персонажи будут проводить свое время либо в новогодние праздники, ну либо просто зимой приезжать. Я думаю, вы уже догадались, для кого именно я строила этот дом, да, это опять-таки домик для нашей семьи Стэнфилд, для нашего нового проекта. Я уже в этом видео не буду рассказывать, что это за проект, если вы еще не в курсе, хотя я не знаю, как вы можете быть не в курсе, потому что я уже и на предыдущих стримах про него рассказывала, и в предыдущем видео, даже, наверное, в двух уже предыдущих видео. Поэтому, если вы еще каким-то образом не слышали, что же это за проект, обязательно посмотрите предыдущие стримы по Sims 4, и также посмотрите предыдущее видео. Также в предыдущих видео я говорила вам о том, что сейчас я прям очень часто начала заниматься строительством, как вы видите, да, у нас опять видео по строительству, и если честно, мне кажется то, что оно не последнее, потому что, да, мне что-то хочется столько всего построить для этого проекта, и я думаю то, что еще минимум один домик, ну точно будет. Но я понимаю то, что нужно как-то не только выпускать строительство правильно, но и какие-то еще видосики, поэтому я думаю то, что мне также нужно будет заняться кассом, там тоже создать нескольких персонажей, и в принципе я сегодня так подумала, то что это также можно сделать на видео специально, поэтому в ближайшем будущем обязательно ожидайте еще и касс, но и строительство тоже никуда не пропадет, если вы его любите так же сильно, как и я. А я в последнее время его реально очень-очень сильно полюбила. Кстати, я хочу заметить один интересный факт, я не знаю почему, но когда я только подумала, что мне нужно создать именно вот такой вот зимний домик, у меня сразу в голове вот появились какие-то его очертания, и я думаю вы видите, что этот дом вообще представляет собой просто какой-то прямоугольник. Я вообще, не знаю, в последний раз строила какие-то такие прямоугольные или квадратные или дома-коробки, но наверное очень давно, то есть в последнее время, если я занимаюсь строительством и что-нибудь строю, то я стараюсь какие-то такие необычные формы придумать, чтобы это не выглядело именно как коробка. А здесь мне захотелось сделать именно такой вот обычный, простой, вытянутый, длинный домик. И на самом деле, мне кажется, то, что получилось очень даже симпатично, несмотря на то, что он вот сам по себе такой достаточно простой по своей форме. Ну а теперь давайте поговорим о самом доме, я расскажу вам, что же у нас здесь с вами вообще есть. Итак, в домике у нас находится одна ванная комната, одна гостевая комната, сейчас объясню, почему она называется гостевой, одна спальня и также, естественно, коридор, гостиная, мини-столовая и кухня. Итак, почему же я назвала одну комнату именно гостевой? Все дело в том, что, если вы еще не знаете, я вам опять-таки расскажу, что в нашей семье Стэнфилд сейчас всего два персонажа. И, как бы, я подразумеваю то, что они будут приезжать сюда либо вдвоем, либо же они будут брать сюда, например, друзей там или чьих-то родителей, да. Но в любом случае, даже если сюда приедет больше, чем четыре персонажа, а дом рассчитан, ну, максимум на четырех персонажей, то есть, да, у нас всего четыре спальных места, то я думаю, то, что если будет больше персонажей, они могут взять с собой спальные мешочки, например, да, у нас же вроде есть спальные мешочки, а может и нет. По-моему, их здесь нет в этой части, что-то это я напутала. Я помню то, что у меня есть доповские спальные мешки, но они, к сожалению, по-моему, неиспользуемые. Но в любом случае, ну, в общем, с тем можно что-нибудь придумать, там, на кого-нибудь на диван уложить, да, но все-таки этот дом рассчитан максимум на четырех человек. Кстати говоря, я хотела вам рассказать, что в этом доме у меня есть определенное любимое место, и это место, это зона кухни. Именно сама кухня и также, ну, мини-столовая, я просто не знаю, мне кажется, это не относится, как это к столовой, она больше относится к кухне. Ну, в общем, ладно, думаю, вы поняли, что я имею в виду. В общем, зона там, где готовят и, соответственно, кушают. Мне она так понравилась, мне очень понравилось, как я ее обустроила. Она вот реально выглядит так, как будто здесь реально вот, ну, кто-то проживает зимнее время. И даже на одной тумбочке я разместила такую специальную зону готовки, то есть, когда наши с вами персонажи будут сюда приезжать, у нас будут создаваться впечатления, что вот реально кто-то на кухне там стоит, готовит. Ну, в общем, это вы потом все увидите, о чем я говорю, я обязательно объясню вам, про что я говорю, если вы все-таки не увидите, не поймете. Ну, в общем-то, ладно, с этим мы с вами разобрались. Кстати, прошло уже почти пять минут этого видео, а я так и не рассказала вам об одном интереснейшем событии, которое произошло во время того, как я записывала строительство этого дома. Итак, давайте начнем с самого начала. В общем, сижу я такая, захожу в Sims, надеваю наушники, понимаю уже, что я буду строить. Все, включаю музончик, сижу такая, начинаю строить, такое прекрасное настроение, все такое веселое, все круто, домик такой уже классный вырисовывается. Ну, значит, все, прошел почти там ровно час, я записала видео. Я, по-моему, хотела сразу его то ли озвучить, то ли я хотела вообще что-то посмотреть в этом видосе. В общем, зачем-то я решила в него заглянуть, так сказать. И знаете что? Я захожу, значит, перематываю это видео и понимаю, что после 20 минуты у меня застыла картинка. И, соответственно, оставшиеся 40 минут мне записались. И я такая сижу и думаю, красотища. В общем, у меня вообще упало настроение, пропало какое-либо вдохновение. Я вообще, ну, не в первый раз уже сталкиваюсь с такой ситуацией, у меня уже бывало такое несколько раз. Правда, это было обычно с кассом. Хотя нет, даже, по-моему, было со строительством. Но я как-то сразу брала себя в руки и продолжала, соответственно, ну, либо что-то обустраивать, что там у меня не записалось, перестраивать, либо вообще все делать заново. Но тут мне было прям очень грустно, потому что мне очень понравился конечный результат, вообще, как выглядел в итоге этот дом. И что-то я так сижу, думаю, блин, да ну его все, сами знаете, куда. И что-то, в общем, я решила то, что ладно, потом как-нибудь я это перестрою. Ну, и вот сейчас, на данный момент, вы еще смотрите изначальное строительство этого дома. Я вам потом скажу, где уже оно заканчивается. И начинается вторая часть, так сказать, этого строительства. Оно, кстати, по-моему, очень даже близко уже это строительство. Ну, в общем, вот такая вот немножко грустная ситуация. Но все равно я понимала то, что, блин, надо как-то продолжить это строительство, потому что я очень хочу его выпустить. Соответственно, домик мне тоже тут очень нравится. И как хорошо, что я все сохранила, что я сделала скриншоты. И, в общем, что вы думаете? Я просто взяла, сохранила эти 20 минут, потом удалила все, что не записалось, да. То есть некоторые комнаты, которые я обустраивала, их не было видно, я это все удалила. И, соответственно, по скриншотикам пыталась восстановить изначальную картину. И попыталась сделать, ну, прям вот максимально похоже на то, что было в изначальном варианте этого дома. Ну, и могу вам сказать, что, в принципе, я вот сравнивала первый вариант и сравнивала второй вариант, который вы в итоге увидите. Я могу сказать, что особых отличий, в принципе, нет. Я старалась брать ту же самую мебель. В принципе, все предметы стоят вроде как на тех же самых местах. И, кстати, вот этот момент, где я начала уже перезаписывать все это дело. И, кстати говоря, возможно, вы заметили то, что там за окошком пропал снег. Да, я что-то так про это забыла. Потом уже минут, наверное, пять строю, понимая то, что, блин, надо было зайти именно в игровой режим, чтобы персонаж здесь находился, чтобы снег был. Потому что я строю все-таки зимний дом, и как-то нужна эта атмосфера. Поэтому, если что, снежок за окном потом вернется, и вы сможете насладиться вот прям этой полной зимней атмосферой. Кстати говоря, вспомнила еще один интересный факт. Когда я уже заканчивала строительство этого дома, мне захотелось сделать в нем подвал. Я такая сижу, думаю, блин, а уже места-то для него нет. Лестницу ставить некуда, придется либо все передвигать, либо строить какой-нибудь, не знаю, отдельный там мини-амбар на участке, и там ставить лестницу. Потом я поняла, что, блин, а места-то нет на участке даже для этого мини-амбарчика. И мне стало что-то так грустно из-за этого. Я вообще хотела в этом подвале разместить какие-то вещи, например, какие-то настольные игры, что-нибудь. Ну, вот типа такого хлама, ну, как не хлама, а каких-то вещей для развлечения. То есть, можно туда спуститься, достать, что-нибудь поставить в доме. Но потом я так подумала, что лучше я поставлю коробочки, которые у нас пришли с дополнением экологической жизни. Думаю, вы поняли, о чем я говорю. И, соответственно, пусть все эти вещи хранятся, ну, типа в этих коробках. Конечно, некоторые из них туда, в принципе, просто не поместятся, но не суть. Это все-таки игра, да. Мы с вами можем представить, что там это как-то все в разобранном виде лежит. Это можно вытащить, собрать и, собственно, наслаждаться там какой-либо настольной игрой, например. Возможно, кому-то из вас будет интересно местоположение этого дома. Я решила построить его в Камаребе. И, на самом деле, изначально я хотела разместить его на месте арендуемого жилья. Это которые, вот эти вот домишки, находятся на горе. Я зашла на эти участки, посмотрела. Изначально вообще мне понравилась эта идея. Тем более, там рядом у нас этот, как он называется? В общем, место, где у нас катаются на лыжах. Также можно там еще чем-то позаниматься, да. Но я понимала то, что, блин, это точно не место для дачи. Это вот именно место для какого-то арендуемого жилья. Да, вообще, если честно вам сказать, этот дом тоже будет именно арендуемым жильем. Поскольку, ну, вы сами понимаете, что мы не можем иметь собственность в несколько домов в этой части, к сожалению. А может, я ошибаюсь? Но, по-моему, нет. Нет, по-моему, точно нельзя. Ладно, в общем, если что, вы меня поправьте. Но если я не путаю ничего, то вроде бы так нельзя. Эта возможность была только в тройке и, по-моему, в двойке. Но в тройке она точно была. В общем, ладно, не об этом. Что-то мы куда-то с вами ушли. Так вот, мы, естественно, сюда будем приезжать, как бы снимать этот дом. Но для нас и по сюжету это будет типа наша такая зимняя дача. Но, как бы, мы с вами прекрасно понимаем, что это не так. Поэтому вот такой вот небольшой секретик я вам открою. Ну, и как вы понимаете, в конечном итоге я решила все-таки выбрать другое место. Потому что то место на горе показалось для меня слишком людным. И как-то для дачи зимняя оно вообще никак не подходило. Поэтому я разместила нашу дачу в обычном шелом районе. Ну что же, я думаю, что я рассказала вам об этом доме все, что я планировала. И, кстати говоря, если вы обратили внимание на экран, то сейчас я уже начинаю обустраивать кухню. Это сейчас будет просто мой самый любимый момент этого видео. Потому что, мне кажется, она получилась настолько вот уютной. И создается ощущение, что здесь реально кто-то живет. И это все, кстати говоря, благодаря тому, что я начала пользоваться режимом отладки. Это реально настолько полезная вещь при строительстве. Я не знаю, почему раньше я этим не пользовалась. Ну, в общем, я взяла это себе, так сказать, на заметочку. И вы тоже возьмите. Потому что там реально можно найти столько классных предметов, которые помогут улучшить ваш дом. Что это просто, ну, вы не представляете вообще себе. Вообще, я, конечно же, осталась довольна не только зоной кухни, но и всем домом в целом. Мне кажется, он получился действительно уютным. И я надеюсь то, что когда наши персонажи сюда придут, приедут на свои праздники зимние, то им тоже здесь понравится. Но у меня прям реально создается такое ощущение, что это вот такая вот какая-то дача. Здесь прям так уютненько, так вот от холода можно здесь спрятаться. Кстати говоря, мне сейчас в голову пришла идея, что здесь можно было еще добавить камин. Ну ладно, нам с вами никто не помешает в любое время это все дело поменять, да? Что-то добавить, что-то убрать. Потому что это все-таки типа наша собственность. Поэтому, если что, в игровом режиме мы все время можем перейти в режим покупки и что-нибудь добавить. Ну что же, я думаю то, что на этом мы с вами будем прощаться. Если вы не смотрели предыдущее видео по строительству дома Стэнфилд, обязательно посмотрите. Также посмотрите обязательно предыдущие стримчики по Sims 4, потому что там мы создавали персонажей для нового проекта. Если вы хотите уже их увидеть, то пожалуйста, я всегда оставляю записи стримов. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем огромное за просмотр. Если вам понравилось это видео и понравился сам домик, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить свой комментарий. Ну а с вами была Карина. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok